Прикладно, вот такие колер имеют лес, когда Чарнобыльская атомная станция сразу после катастрофы. Правда, на этот раз рыжий колер до радиации никакой одной си немая. На каждом из этих древов, когда 5000 караедов, которые снищаются древо на протяжении всего 1 суток. Вершинный караед и караед шасси зубчатый в наших лесах существовали завсёды, а в прошлый раз больше, меньше значимой проблемой они створили, когда 40 лет тому, когда в вынику потепления и изнижение уровня грунтовых вод, древы оказались ослабленными и не сдольными смыгаться со школьниками. Зараз ситуация повторяется, але наступства могут быть больше тяжкими. Сплошные санитарные рубки мы проводим на площади более 7 тысяч гектар. С начала года это имеется в виду, что мы провели эти площади. Но других вариантов борьбы с этими родителями на сегодняшний день в мире не существует. Эта работа проводилась здесь, если брать, и Германия, и Франция, Испания, Швейцария. Причём короеды не только наносят шкоду древам сами, а лезщие и приводят до их заражения грибком, которые полностью блокируют доступ к воды и поживных речевов. Ни химичных, ни биологичных методов борьбы с короедами не истуе. Это один шлях спиливания древ. Причём не только хворых, а и тих, что находится побольше. Тем больше, что здоровыми их можно лечить только умолно. Когда провести работы своечасово, частку древнины можно навык выкрасывать на промысловые меты. Сухостойные деревья, которые уже не годятся для переработки, идут для щепы, переработку щепы и отправляются для топливных организаций. Ну и ещё есть комлевая часть, которая ещё более-менее живая. Она идёт переработку где-то на цеха и отправляется где-то на экспорт или к секс-серьём, или на наши внутренние брюки. Для того, как спинить распрощадывание короедов, лесгазы начинают обследование насаджения на территориях, которые не относятся до Державного лесного фонда, когда установ оховы здоровья, например, а так само в парковых зонах. Когда не принимать меры, экологичная проблема возникнет и тут. Зачем хвороба осюль может распрощадиться и на лесы? У Вогули, у Министерства лесной господарки трагеды с этой ситуацией не робить, и кажут, что она находится под контролем. Енша справа, что теперь придется переглядить методики лесонасаджения. Надо как-то будет создавать смешанные насаждения. Ну, это уже надо продумать, потому что создание новых лесов на этих землях, это тоже уже должно быть оценивано с принципа новых подходов, изменяющих условия климата. До речи, только проблемы с лесами, протягивая засушливые периоды, могут и не обмежеваться. В связи с размягчением уровня воды у реках, озерах и болотах уже возникает кормовая база для таких птушек, как буслы. Олег Синчеров, Валерий Копанько, телерадио-компания Комель.